Субтитры подогнали Симон. 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 Представляем новый проект холдинга «Болтинничек». Ассортименты и качество товаров сохранятся. Но самая главная наша задача, чтобы товары были не только качественными, но и доступными для всех широких слоев населения. Достаточно? Да, я думаю, достаточно. Спасибо вам за интервью. Вот вам визиточка, если что. Пожалуйста. Все, Саша, поехали. Сара, мы сейчас с тобой поговорим. Я не понимаю, в чем проблема двигаться быстрее. Кто вас научил складывать ящики? Александр Жукович, здравствуйте. Вышли все отсюда, быстро. Простите, что? Вон, я сказал, всем отсюда. Мигом! Да. Ну что, Крестничек, ты ничего не хочешь мне сказать? А что я должен вам сказать? Ты дурака не валяй! Как ты мог? Как ты мог? Я ведь тебя еще вот таким вот знал. Мы с твоим отцом как братья были. Насмотрелись, как наши родители, всю жизнь, а зарплаты к зарплате. А когда время пришло, мы с твоим отцом решили из этой нищеты выбираться. Ты себе и представить не можешь, через что мы прошли. Ты, бандиты, рэкет. Твой отец в больницу загремел из-за этого. Меня под статью подвели. Ну ничего, мы выбирались, выкарабкивались. Ради вас. Ради тебя вот и ради Светки. Все ради вас. Ну разве вы понимаете, куда вам? Привыкли сразу на все готовенькое. Я не понимаю, я не понимаю, как, как ты мог? Я твоим родителям обещал в люди тебя вывести. И я свое обещание сдержал. Деньги тебе судил на образование. На квартиру надо, на машину, пожалуйста. За машиной с вами рассчитался. А где ты заработал, чтобы рассчитаться? У кого ты заработал, чтобы рассчитаться со мной? Молчишь? Посмотри на меня. Молчишь. Ой. И после всего, что я для тебя сделал, ты забрался к Светке в постель. Побаловался сколько хотим. Теперь что, в кусты? Александр Иванович. Ты молчи. Ты лучше молчи сейчас. Ты когда к ней под юбку лез, ты хоть понимал, что она моя дочь? Не девка по вызову. Это моя дочь. Родная. Единственная. Ты понимаешь? Александр Иванович, ради Бога, простите. Там просто люди собрались и Юрий Николаевич уже подъехал. Кто? Батальцев. Наш глава администрации. Подождет. Я говорю, глава подождет. Я поняла. Скажи мне, ты хоть понимаешь, что она могла погибнуть из-за тебя? Ты что думаешь, я тебе так все это прощу? Александр Иванович, можно теперь я скажу? Говори. У меня действительно были отношения с вашей дочерью. Серьезные отношения. Но она боялась вам сказать, потому что считала, что вы сочтете меня неподходящей кандидатурой. А потом, когда вы повысили меня до генерального, я решился и сделал Светлане предложение. Ну дальше, говори дальше. Я слушаю. Дальше обстоятельства изменились. Какие обстоятельства? Ну, я полюбил другую женщину. Что, что, что? Какую такую другую женщину? А-а-а! Ты что, шалаву эту подзаборную? Александр Иванович, вы не смеете так сказать, потому что… Тихо-тихо-тихо! Ты на меня с связки не напрягай! Взрослый стал? В трусах уже спишь? Ах, молодец! Знаешь что, крестничек, вот что я тебе скажу, дорогой мой. Если не дай Бог, не дай Бог, что выходите. Александр Иванович, простите, вас ждут, пора начинать. Ждут? Начинайте, начинайте! Да? Слушай меня внимательно, что я теперь скажу тебе. То, что я тебе сейчас представил перед телевидением, это еще ни о чем не говорит. Как представил, так и отставлю. Так вот, выбираем. Либо ты сам разберешься во всем, либо через две недели я соберу мне очередное собрание акционеров. Ты услышал, что я тебе сказал? Ну, думаю, да, но… И никаких «но». Я за Светку тебя в порошок сотру и по ветру развею. Будто и не было тебя вовсе никогда. Фантик, будешь убегать так, буду всегда прогуливать тебя на поводке. Слышишь меня? Какой непослушный пес. Ой, непослушный. Натаха, ты что ли? Рассказать твой налево. Афонька, ты что здесь делаешь? Не, ну, главное, тебе в городе что-то можно жить, а мне нет. Ну. Что? Целоваться будем? Ну, давай. Ты что, Фантик? Ты смотри, защитник мой стал. Нельзя. Нельзя. Твой волкодал. Мой. Фантик. А ты гляжу, такая стала… Какая? Какая? Все места на своих местах? Ха-ха-ха. Только зад ещё круглее стал. Да прям. Афоня. А хоть прям, хоть криво. Что? Тут живёшь, что ли? Живу. Да ладно, снимаешь, что ли? У мужа живу. Вот. Да и замуж успела выскочить. Чего ж ты на свадьбу не позвала? Ну, Афоня. Муж строгий? Я? Дома? На работе. Ну, молодца. Ну, тогда давай. Приглашай в гости. Хочу посмотреть, так сказать, твой семейный бодуар. Ну, и что? Ну, заходи как-нибудь. А чего как-нибудь? Вот он я. Пошли посидим, малюха. Вспомним золотые деньки. Или нам с тобой уже вспомнить нечего? Ну, есть, конечно. Ну, пойдём. Ну, пойдём. Я здесь пойду. Какой? А ты его не бойся, он не злой. А морда наглая. Да ладно. Фантик, да уйди, не до тебя сейчас. Ах, Никитушка пришёл. Что случилось? Да нет. Всё нормально. Всё нормально. А че у нас так пахнет, а? А я пирог испекла. У нашей гости. Какие ещё гости? Да я, представляешь, вышла с Фантиком погулять, а навстречу мне Валентин. Как в кино. Какой такой Валентин? Ну, с моей деревни. Идём, познакомлю. Сейчас, сейчас, сейчас. Идём. Ну, чё тут скажешь? Квартирка подходящая, картинка с выставки, а не квартирка. И мебель, и аппаратура, и всякая разная чума с прискоком. Забористо живёшь, хозяин. Молодца. Давай тогда, за знакомство. Ну, чё ты сидишь, как в президиуме. Давай треснем, помаленько. Спасибо, я не пью. Только пиваю иногда. Как это? И не куришь? Не курю. Больной, что ли? Почему? Наоборот, здоровый. Хозяин — барин. Твоё здоровье, Натаха. Спасибо. А мы с ней в школе вместе учились. И с Натахой в клуб на танцы в соседнее село бегали. А сейчас чем занимаетесь? Я-то? Вы-то? Ну, так и ты. По дорогой части. В магазине работаю. В семерке. Пара кварталов отсюда. Слушай, ты если не пьешь, так поешь чего. Ты не стесняйся. Все свежее с магазина. Нет, спасибо, я не голоден. Брызгаешь? Почему? Просто стараюсь на ночь не есть. Ага. Ну будь. Вот. Вот, огурчики. Чего ты? Странно ты, мужик. Не куришь, не пьешь, не кушаешь. А в остальном-то как? Все в порядке, а? А, Натаха? Да ну перестань ты. Ладно. Уже поздно. Завтра надо вставать и… Что, гонишь меня, что ли? Да нет. Почему же гоню? Нет, вы сидите, общайтесь. Какое-то время. А я по-английски. Ладно. Рад был познакомиться. А, давай пятерик. Слышишь? А вот смотри, ты в торговле. Ага. И я в торговле. А на такие хоромы не зашабел. Может, научишь как, а? Да. В следующий раз обязательно. Лия. А у меня в спальне витамины. Принеси, пожалуйста. Сейчас. Послушай, ты давай сейчас сиди, ешь, пей, а потом уходи. Ладно? Чего-то я не догнал. А че ты не догонять? Уходи, я тебя прошу. По-хорошему. Уходи и больше никогда сюда не приходи. Или ее оставь в покое. Чего это? Пойми, у нее теперь другая жизнь. Совсем другая. Да и мы с тобой, и люди разные. Вот ты сейчас сидишь в гостях, да? Ну. Ну, согласись, когда люди в гости ходят, они общаются между собой, о чем-то разговаривают. Да. А о чем мне с тобой разговаривать? Впрочем, как и тебе со мной. Все-таки обрезгуешь. Я-то. Ну, наверное, можно сказать и так. Только ты не обижайся. Это нормально. Все люди разные. И живут все по-разному. У тебя своя жизнь, у меня своя. Верно? Ладно. Думаю, мы с тобой договорились. А, я не нашла. Ну, ничего. Я пошел. Спокойной ночи. Никита. Приятных снов. Ты что ему сказал? Я? Это он мне тут напел какую-то оперу безе. Соль, бемоль, мозоль. Что? Не показался я твоему дружку. Вот и весь сказ. Стало быть, давай, Натаха. Жри тут. Пойду я. Да погоди. Сказал, пойду. А где меня найти, ты знаешь. Если тоже не забрезгуешь. Ты сердишься? Нет. Надеюсь, он уже ушел? Валентин? Да, он выпил и ушел. Ты знаешь, он вообще хороший. Просто на него как-то что-то нашло. Да у тебя все твои мужики хорошие. Какие мужики? Ты просто сердишься сейчас. У тебя с ним что-то было, да? С кем? С Афонькой? С каким еще Афонькой? Ну, у Валентина фамилия Афонькин. А все его всегда кликали Афонькой. Значит, все-таки было. Ты что? Совсем? У него ж жена, детей двое. Он сюда приехал, чтоб хоть как-то их прокормить. Так а зачем ты тогда его в мой дом притащила? Я ж тебе говорила. Мы на улице встретились. Что, нельзя было? Мы с ним с детства знакомы. Лия. Ну, не обижайся. Ну, наверное, я не прав. Не знаю. Надо было предупредить, что ли, заранее. Не знаю. Ну, позвонить, что ли. Ну. Никит. Ну, а… Дорогой мой, ты что? Я же, я же только тебя люблю. Тебя одного. Я люблю тебя. И никому тебя не отдам. Плевать на все, плевать на всех. Так, я тебя люблю. Слышишь меня? И тебе доброе утро, псина. Спасибо, Клавдия Евгеньевна. Пожалуйста. А что, ваша спутница? А, спит еще. Не хотел ее будить. Я хочу вас предупредить, что сегодня я работаю последний день. Что-то случилось? Нет ничего. Я просто подыскала работу поближе к дому. И вообще… Вы, кажется, чем-то обиженной, Клавдия Евгеньевна. Ну, что вы. Никита Васильевич, я не могу получать деньги за просто так. То есть? Ну, понимаете, всю мою работу практически выполняет ваша спутница. Она готовит еду, она убирает квартиру, она гуляет с собакой, она ходит в магазин. Ну, зачем тогда я? Ну, хотите я скажу, чтоб она этого не делала? Нет-нет. Бога ради, нет. Во-первых, она вас не послушает. А во-вторых, я ее прекрасно понимаю. Знаете, как говорят, две хозяйки на одной кухне никогда не уживутся. И вообще, это решено и без обид. Ну, раз вы решили, то заходите завтра за расчетом. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, ты черт, а. Да. Да, Никита Васильевич. Рома. Прости, не посмотрел на часы. Ты подъехал? Нет, я не подъехал, не подъеду. А вас что, не предупредили? О чем? Мне вчера вечером позвонил Николай Сергеевич Батурцев. Мой непосредственный начальник. Он у нас на фирме охраной заведует. Ну-ну. Сказал, что я перехожу в его распоряжение. Что сегодня должен встретить гостей из Москвы. Вот я на вокзале. Только я вот не пойму, почему он вас не предупредил. Кажется, я понимаю, почему. Ну, вы же извините, Никита Васильевич. Если бы я знал, я предупредил бы. Нет-нет, Рома, все нормально. Все нормально, ты не беспокойся. Я разберусь, я во всем сам разберусь. А сейчас мне надо поторапливаться. Давай пока. Есть контакт. Хм. Николай Сергеевич, я что-то не очень понимаю ситуацию. Я получил указание от самого Александра Ивановича. А, на чем, по мнению Боголюбова, я должен добираться до службы, а? Простите, но это не в моей компетенции. Спросите у него об этом сами. Ну, конечно, спрошу. Но предупредить насчет того, что у меня не будет машины, это вы могли сделать? Еще раз простите, но на этот счет у меня не было никаких распоряжений. Ясен, компот. Ладно, и вы меня извините за беспокойство. Так. Да елки-балки. Ах! Ну, тогда звоните. Каишникам, конечно. Слушайте, я очень тороплюсь. Может, мы так договоримся? Сейчас, подожди. А, у меня с собой наличных нет. У меня все на карте. Я сейчас быстро сбегаю. Ждите, хорошо? Нет. Никаких договоримся. С одним человеком договорился, а так потом год за ним бегал. Деньги выпрашивал. Нет, я тебе сказал. И все. Алло. Алло, ГАИ. Черт. Да, слушаю. Лёва. Я сегодня опоздаю, поэтому проведи оперативку вместо меня. Хорошо. А что случилось? Да я тут в ДТП попал. Сейчас составляют протокол. Уважаемый, расскажите все так. Потом нужно будет ехать в отделение. Еще этот мой пострадавший требует медицинского освидетельствования. Зачем еще? Ну, в смысле, трезвый я или нет? Ну, я надеюсь, ты трезвый? Лёв, трезвее не бывает. Сейчас, подожди, секундочку. Гражданин, пройдемте в машину. Сейчас. Пройдемте, пройдемте. Лёв, меня на расстрел зовут. Расстреляют, я тебе перезвоню. Да вижу, вижу. Успокойся. Вставай. Угу. Пока. Давай, давай. Эй, 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 тормози. Ну, давай, пожалуйста. Той, той, той. Извини, денег с собой нет, но на месте рассчитаем. Все подкройте до работы. Нет, нет. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь ближайшее отделение банка или какой-нибудь банкомат? А то у меня с собой только карточки, какая-то мелочь. Вот. А мне бы до работы доехать. Ой, сынок, я же в этих ваших банках ничего не понимаю. Мне пенсию на дом несут. Понятно, извините. А тебе куда ехать-то? Петроградка, Большой проспект. Так это ж вот здесь прямо за углом остановка автобуса. Да едешь, можешь не сомневаться. Спасибо вам. А номер какой? И что? Номер автобуса какой? Так там только один автобус. Раньше ходило три, а теперь только один и остался. Спасибо вам огромное. Угу. На здоровье. Так. Какой бардак, а? Пу-пу-пу. Простите, вы не знаете, автобусы сегодня ходят? Ходят. А что? Да так, ничего. Если ты здесь уже полчаса ни одного автобуса я не видел. Значит, через пять минут будет. Пять минут? Это просто фантастика какая-то. Иностранец. Кто, я? Нет, почему? Вот и я смотрю. Говорите без акцента. Не местный, да? Почему местный? Ну-на. Е-мое, е-мое, ну… Ну, будем садиться, нет? Так куда? Тут некуда. Да. А ну-ка, подвинься. Поплотнее, граждане, поплотнее. Ну, еще полчаса. Куда, куда? Куда, куда? Подожди. Давай, давай, дверь закрывай. Каждый пассажир, не забываем оплачивать проезд. Извините. Извините. Каждый пассажир. Оплачиваем проезд. Не надо. Да. Молодые люди. Оплачиваем проезд. Ой, простите. Хорошо. А сколько? Что сколько? Сколько стоит проезд в автобусе? Как обычно. Вот давайте посмотрим. Столько хватит, вот у меня вот это. Как обычно. Бош, ты что, их на паперти собирал? Привет. О, здорово, старичок. А ты что здесь делаешь? Я тебя жду. Ага. Господи, что с тобой случилось? А что со мной? Тебя как будто проживали и выплюнули. Так может ты освободишь мое место? Ну конечно. Ну конечно. Так что случилось с твоим пиджаком? Ага. В автобусе оторвали. Ты ехал на автобусе? Ага. Чего такси не взял? Наличных не было. А банкоматов рядом не оказалось. Вот. Вот так. Будешь ездить на автобусе, научишься пуговицы пришивать. И начнешь говорить. Звонить, в магазин. Ну, во-первых, пуговицы пришивать я умею, я в армии служил. А во-вторых, она не говорит звонить. Ну, звонить не говорит. А ложить говорит. Это не твое дело. Конечно, не мое. Это я так, шутю. Ты лучше расскажи, как прошло совещание. По магазинам? Все нормально. Люва, ты не смешно шутишь? Больше не буду. Обещаю. Обещаю. Почему ты не у себя? Что ты делаешь в моем кабинете? Вот. Вот это вопрос. Не понял. Какой пароль у тебя на компьютере? Тебе зачем? А вот зачем. Сегодня мне звонил Боколюбов. Александр Иванович, тебе знаком такой персонаж? Лёва, я повторяю, ты не смешно шутишь? А я сейчас абсолютно серьезен. Так вот, он звонил мне и говорил, чтобы я дул в твой кабинет, и чтобы, когда ты вернешься, ты передал мне все свои дела. Потому что через две недели состоится внеочередное собрание акционеров холдинга, на котором, не исключено, будет стоять вопрос о выборе нового генерального директора филиала. Понятно. Ты же сам говорил, старичок, сегодня ты, а завтра я. Слушай, это, по-моему, у слова есть какой-то опер. Пиковая дама. Что? Я говорю, пиковая дама про одну злую старуху, которая сгубила человеку жизнь. По-моему, это история про то, как человек сам сгубил свою жизнь. Так какой пароль у тебя на компьютере? Да, Боголюбов. Приветствую. О, Павел Михайлович. Здравствуй, дорогой. Как долетел? Как устроился? Спасибо. Все хорошо. Ты-то чем занимаешься? У вас машина ожидает. Кофе, пожалуйста. А я, Пашенька, отдыхаю. В кои веки дома отдыхаю. Семьей. И шары гоняю. А еще я… Размышляй над твоими словами. Какими словами? Может, я действительно поторопился? Друзья, может быть, мы с тобой поменяем нашего генерального филиала, а? А что, что-то случилось? Ну, там кое-что. Ну, тебе решать. А только я тебе сразу заговорил. Не нравится мне твой Горелов. Скользкий, он сам себе на уме. Ну что, снимаем? Ну, не знаю. Давай еще немного подумаем. А ну, гляди. Я что звоню-то? Может, встретимся в клубе? И вместе шары погоняем. В тихой, спокойной обстановке. Там и поговорим. Давай, с удовольствием. Ну, тогда подтягивайся часиком к семье. Лады. Все, до встречи. Папа. Что папа? Я папа. Я же просила тебя не вмешиваться. Куда не вмешиваться? Чего ты шлангом прикидываешься? Ты же прекрасно знаешь, о чем я говорю. Не знаю. О чем? Я про Никиту. Крестника твоего. Да? А что с ним? Умер. Ай-яй-яй. Какое несчастье. Боже ты мой. Вот паршивец. А мне даже не сказал об этом. Тоже мне крестник называется. Пап, ну хватит дурить. Да что ж ты такое, а? Один раз за три месяца взял себе выходной, чтобы побыть дома. В кругу семьи. Отдохнуть. Набраться сил. Нет, не получается. Нет справедливости. Ты ведь из-за меня на него наехал? Да при чем здесь ты? У меня бизнес, понимаешь? А им нужно заниматься, его нужно расширять, его нужно защищать. Кто хорошо работает, тот работает. А кому на стороне интереснее, пускай идут туда. На сторону. Его место там, в стороне. Значит, правду сказали. Уволить его хочешь? Знаешь что? Передай подруге. Пусть держит язык за зубами. Пускай не болтает лишнего. Хорошо? Не трогай его. Да кому он нужен? Мне нужен. Ну, тебя не понять. Ты ведь сама закатила истерику. Ты ведь кричала, ненавижу, я видеть его не могу. Он ведь обидел тебя. Я ему голову оторву. Пап, я психанула тогда. И я сейчас подумала, и ты можешь делать так, как хочешь. Но я хочу, чтоб ты знал, я люблю его. Ясно? Несмотря ни на что, люблю. Света, ну… Девочка, ты моя. Ну что? Садись. Буду сдавать тебе дела. Значит так, смотри. В этом файле находится… У меня к тебе другое предложение. Ты, наверное, тоже еще не ел. Пойдем, пообедаем. А за обедом пообщаемся. А я не хочу есть. Ну, знаешь. Пойдем, пойдем. Я хочу есть. Я буду есть, а ты будешь смотреть, как я это делаю. Пойдем. Пум-пум-пум-пу-ру-рум. Пум-пум-пу-ру-рум. Ну и что дальше? Пойдем. Старичок, ты не слишком заряжаешься? Так я ж не за рулем. На чем остановились? Ты ее любишь, так? Мне с ней хорошо. В каком смысле? Во всех смыслах. Мне с ней и хорошо, и спокойно. Ну? Ты знаешь, мне с тобой тоже хорошо. И спокойно. Ну я же не собираюсь на тебе жениться. Ну ладно, с тобой все понятно. А она там… Она тебя любит? Думаю, да. А с чего это вдруг? У нее же был этот… бандит… Чебурашка? Карлсон. Карлсон, Чебурашка. Какая разница? Ты ж говорил, что она его любила. Два года. И вдруг за несколько дней такая перемена. У меня спор не получит, и у нас мужчины видны. К всему прочему, шикарная квартира. Личный водитель, прислуга. Бабки, все дела. Тут знаешь, многих современных барышень может посетить по отношению к тебе большое искреннее чувство. Перестань пошлить. Ну я серьезно, ты об этом не думал? Она не такая. Не такая? Ну ладно, идем дальше. А на что ты собираешься жить со своей молодой женой? Насколько я знаю, ты на сегодня весь в долгах. За квартиру ты, Иваныч, должен. За учебу должен. Даже за машину разбитую. За машину я рассчитался. Молодец. Молодец. А за остальное как ты собираешься рассчитываться? Или ты думаешь, шеф тебя простит? Сегодня весь офис по углам шепчется. Дочки Боголюбова предпочли какую-то красавицу. Доченька, я конечно понимаю, что любовь слепа, но… Я ее видел, и… Ну ей далеко до Анжелины Джоли. Да при чем здесь Джоли? Вообще, что ты напрягаешься? У тебя все хорошо, ты идешь на повышение, радоваться надо. А ты не догадываешься? Нет. Ну, понимаешь, старичок, тут такое дело. Вообще-то я считаю тебя своим другом. Повод порадоваться у меня, конечно, есть. Ты не говори мне, что ты не знал, что я ухаживал за Светой. Ну, по крайней мере, пытался. Ну, это хорошо, ты пойдешь на мое место, а я на твое. С чего ты решил? Что ты на мое? Если все будет так, как сегодня, то ты вообще пойдешь. Из холдинга. Как говорил дедушка Ленин, всех ес и надолго. Угу. Значит, пойду. А куда? Устроюсь куда-нибудь. Я тебя спрашиваю конкретно, куда? У шефа. Все вот здесь вот, понимаешь, вертикаль власти. Он тебе так кислород перекроет, что ты до конца жизни будешь на общественном транспорте ездить. Жрать овсянку на воде и будешь в съемной комнате в коммуналке. Между окон кильку в томате вот так вот ложить. И вот тут, старичок, я очень сильно сомневаюсь, что твоя красавица согласится составить тебе компанию. Ложить. Деревня. Собака. Ань, 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 кто пришел? Никит, какой же ты мокрый. А ну давай. Дашь на улице. Раздевайся быстрей. Боже. Простудишься, заболеешь. Ой. Ну что, ну. Простужусь. Заболею. Кому какое дело. Что ты такое говоришь? Ты что, выпил? Выпил, да? Давай. Ой, ты мой пьяница, любимый. Стоп. Что? Ну? Ты сейчас правду сказала? Что ты пьяница? Ну конечно. Нет. Ты что, правда любишь меня, да? Ну конечно, а как? Какой же ты мокрый! Началось. Что это? Ноги греть будем. Ну-ка. Припускай сюда ноги. Опускай. Что? Да? Не говорят, припускай. Говорят, опускай ноги. Ладно. Ты за Карлсоном тоже так ухаживала? Посиди пока. Попей пока горячее. А зачем отвечать? Он мне мужем был. Уехал, ладно. Теперь ты мне муж. Да какой он тебе муж? Тебе поспать надо. Завтра здоровым будешь. КОНЕЦ Лия! 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 Ты проснулся! Как себя чувствуешь? Погоди, который сейчас час? Так двенадцатый уже. Ёлки-палки, я думал, мне показалось. Я же девять должен быть в офисе. Как? Давай-давай. Так, а почему ты меня не разбудила? Ну так ты ж не просил. Ага. Что, никто не звонил, что ли? Нет. А на домашней? Никто не звонил. Компот. Может быть, ты просто не слышала? Может быть, ты в душе была или с собакой гуляла? Не была я в душе. И с собакой еще не гуляла. Компот-то, а! Добрый день, уважаемый. Да. Девяносто пятый до полного. Хорошо. Шестая колоночка ваша. Да. Здравствуйте. Шестая, да? Да. С вас две шестьсот пятьдесят. Платить будете картой и наличными. Карта. Извините, но ваша карта заблокирована. Как так? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok